Давайте начинать, понятно, с центральным событием, которое запомнится на века. Это будет освобождение Херсона. Освобожден единственный областной центр, который был захвачен российскими фашистами. И знаете, что я хочу вам сказать? Я хочу, чтобы мы никогда не забывали. У меня есть тут целая подборка видео, которые меня в свое время поразили. И за вот эти вот кадры видишь российского солдата в прицел, стреляя ему между глаз. Потому что... Потому что... Хорош. Значит, вот за вот это вот действие хорош. Еще раз, мое мнение такое. Надо российских оккупантов отстреливать днем и ночью. Чем, собственно говоря, очень успешно занимается наша армия. Значит, освобождение Херсона и вообще правого берега прошло в максимально оптимальный способ. Мне иногда даже удивляют вот эти вот разговоры на тему какой-то договорняк. Это на российские скоты распускают эту тему, потому что слишком сильно им прижали, взяли их за яйца. Я хочу заметить, что за последнюю неделю российские фашисты произносили своими грязными ртами слово переговоры пять раз. Заместитель министров иностранных дел что-то мяукал Дмитрий Песков на эту тему. Говорил, что цели специальной военной операции могут быть достигнуты мирными способами на переговорах, но Украина не хочет. Об этом говорила Захарова, я даже сделала отдельное видео. Если неделю назад она говорила, что с учетом территориальных сегодняшних реалий, то что-то сейчас у них пошло по-другому. И слово территориальные реалии сегодняшние, она уже куда-то выкинула. Еще раз, вот мы смотрим на это событие. Оно, конечно, просто потрясающее. Значит, из многочисленных видеокадров, которые мы все видели, меня больше всего поразило вот это. О том, как без проблем вышли из правого берега российские оккупанты. Вот эти москали вот так текали, блядь, голые, голые вытекали, текали через всю ручку. Потупили все. Вот этот кадр просто фантастичный. Смотрите. Побросали касочки свои. Мы тут с 30-й механизированной бригадой проводим аукцион у меня на Фейсбуке. Одного российского каску мы решили реализовать. Так вот, каски, конечно, у нас не пользуются российским спросом. Уже 3000 гривен за нее предложили. И то не потому, что каска нужна, а потому, что ребята решили поддержать 30-ю механизированную бригаду. А это не одно и то же. В общем, можно считать, что аукцион не удался. Потому, что уж слишком сильная конкуренция вот с такими вот лотами. Да, конечно, кто-то скажет, что трофеев могло бы быть больше, могло бы быть больше пленных. Их всего могло бы было быть больше, могло бы быть и больше трупов российских солдат. То есть, мы тут неоднократно обсуждали, что все прекрасно понимали, что с правого берега они уйдут. Вопрос был в сроках и в жертвах. И вот то, что произошло, это идеальный вариант. Почему? Потому, что, конечно, можно было их теснить, крики теснить. Они бы умирали, умирали. Но они бы стреляли в наших парней и девчонок. А самое главное, ведь вы видели населенные пункты, там, где проходили боевые действия? Некоторых сел нет. А это наша земля. Это наша страна. И еще раз, освобождение Херсона на сегодняшний день, это идеальная операция. Тут нужно отметить, что, конечно же, это не конец войне, не конец истории. Сейчас эти негодяи, убегая, разрушили, что могли, мосты взорвали, вышку, обокрали город, музеи, библиотеки. Но, знаете, я вот, когда смотрю на эту ситуацию, то есть материальная составляющая меня вообще не интересует, если честно. Вообще. Ну, потому что вышки отстроятся, мосты отстроятся, причем за российские деньги. Вопрос только в жизнях людей. И вот, когда мы смотрели на этот трезуб наш, который они срывали в мае, за этим же трезубом жизни людей, которые не дожили до освобождения, а они были абсолютно достойны этого, чтобы жить в своем городе, а пришли российские скоты и их убили. Так что трезуб повернется. Знаете, освобождение вот этого украинского города, оно прорежает чем? Что на весь мир, вот просто все видят, как ненавидят россиян. Когда город был оккупирован, мы помним, украинские митинги, потом, естественно, они запустили Росгвардию, ФСБ, они людей похищали, убивали, пытали и фактически задавили вот эту вот активность. То есть действовали по принципу Донецка. Там точно такая же история была. Плюс-минус, но логика такая, что все проукраинское население должно быть или уничтожено, или изгнано. То есть кто четко заявляет о своей позиции. Но тут мы вспоминаем, как они проводили вот эти вот там референдумы, вот эти говно-референдумы и всякие другие мероприятия, которые должны были свидетельствовать о том, что как все ждали российских свиней, извините, российских оккупантов. И как только они вышли, что мы получили? А ну-ка. Как вы думаете, в Донецке 100% будут так скандировать? Один в один. Чего что? Да, буквально несколько дней. И здесь уже полиция, власть. Все сразу возвращается. Возвращается цивилизация. Давайте еще раз. Украина по сравнению с этим вот российским рейхом, это цивилизация и свобода. Из такого, знаете, грустного и печального, что мы теперь не будем слышать информацию с Чернобаевки в таком ключе, где умирали российские оккупанты. Теперь это украинский город, населенный пункт, где все будет хорошо. Через некоторое время, после окончания войны, там будут летать пассажирские самолеты, как было раньше. А при российских скотах, соответственно, такое просто невозможно. Ну и самое главное, что меня особо порадовало, что как только российские оккупанты были вынуждены бежать, в город вернулось, что? Свобода слова. И это прекрасно. Путин! Ура! Путин! Ура! Путин! Ура! Умеют же люди называть вещи своими именами. Еще раз, все на это смотрят и понимают, что никаких шансов у российских оккупантов закрепиться на украинской земле уже нет. Что интересно, на сайте правительства России опубликовали карту без так называемых, как они это у себя в законодательстве записали, новых регионов. Карта есть, а новых регионов нет. Я смотрю, что Мишустина, Путина, Шойгу и всю эту сволочь придется повесить только в рамках российского законодательства за призывы к нарушению территориальной целостности. Как же это так? Как же это так? Российские скоты ушли, как они говорят, из российского города без боя. Это что такое вообще? Вы что, родину не любите? Или что? Особо меня порадовало вот этих два негодяя из серии «Грустная точка». Это все тяжело, горько, тем более я тут теперь субъект Российской Федерации, ехали, видели много плакатов в России, здесь-то всегда. Ну, посмотрим, что будет дальше. Что с лицами, ребята? Надеемся, что все-таки как-то сможем отыграть, что ли, Назар. Куда уезжаем? Я еще хочу сказать одно. Все равно, если есть воля в победе, если есть воля в сопротивлении, ничего не потеряем. Надеюсь, вернемся. Ну, реально, грустные лица. В данном случае, почему-то хочется сказать исключительно слово «ЕЛО». Как «ЕЛО» в части Владимира Путина. Ну, тут примерно то же. Так. Это объективная, но фантастика. Я тут самые такие впечатляющие кадры вам показал, которые мне очень понравились. И вообще, это можно смотреть вечно. Теперь, что касается так называемой эвакуации российских «Витязей». Понятно, что операция по выводу, она готовилась очень-очень давно. Я вот помню, еще месяц назад, мне там такие сорока на хвосте принесла, что на левом берегу они за Днепром оборудуют огневые точки, позиции для стрельбы из артиллерии и всякое такое. Ну, и потом этот генерал Ромагеддон выступал, говорил о том, что мы готовимся к сложным решениям. Потом этот пудель, потом его машина переехала с Тремовусов, рассказывал о том, что понятий нет и всякое такое. Но все прекрасно понимали, что решение, по сути, было принято уже тогда. И вот сейчас, когда россияне хвастаются тем, что как они обманули ВСУ и вывели на левый берег свою группировку, то хочется задаться одним вопросом. Ребята, подождите, вы вышли из российского города, так? Так. По причине невозможности его снабжать. Так? Так. Подождите, вы не можете снабжать город, но при этом вы своей вот этой оравой ушли в составе 30 тысяч в течение двух ночей, как заявлено вашим руководством. Так? То, наверное, кто-то трендит. Ну, то есть понятно, что они начали эвакуацию. Или вы... эвакуацию. Начали с... Да значительно, значительно раньше. Я вот сейчас смотрю на кадры, как были взорваны мосты через Днепр. Ребятки. Но Антоха, или он же Антоновский мост, он наш. И мы с вами, Хаймарсами, можем по нему стрелять столько, сколько захотим. А то, что сделали вы... Ой-ой-ой-ой-ой. Я вот сейчас запишу ценник Брым, и все, вы нам уже должны. Это будет отстроено за ваши деньги. Возможно, вашими руками. Хотя, в принципе, едва ли россияны что-то путнее смогут сделать. Что меня еще порадовало в этой истории, за это время? Значит, сейчас Пуделям... Фамилии Пуделя Стремоусова хотят называть улицу в Херсоне оккупационные власти, которые сбежали. И у них в этом плане вообще какая-то несуродица в голове. То есть, как только ушли из города, сразу решили назвать улицу вот этим вот именем. С этим Стремоусова вообще интересная тема получилась. Во-первых, он сдох в день оставления города. Во-вторых, могилу, где его закопали в Крыму, засекретили. Вот тут, наверное, мы должны задаться вопросом. А как так могло получиться, что этот отец русской демократии похоронен в месте, которое неизвестно? А почему они так сделали? Потому что, ну, очевидно, никто не верит. Никто верит в то, что Крым останется. И все прекрасно знают, что вот эти вот вещи, там, где они там свои косточки складывают, оно теперь так работать не будет. Между прочим, вот когда я прочитал новости о том, что они выкопали Потемкина и вывезли, ну, очевидно, Путин будет молиться на мощи, гладить их, спать с ними вместо Кабаевой в надежде, что даст это ему какой-то силы и еще чего-то. Но с другой стороны, вот они, то, что они вывезли детский паровозик, украли, стырили, енота стырили, много чего они там украли. Ну, это, это, конечно, этого простить никто не может. Вот когда они вывезли мощи, то есть, на которые они молятся, то есть, получается, они ушли оттуда. Да, они ушли оттуда окончательно. Еще, для полноты картины, Катьку Вторую в Одессе в море, вот там вот, чтобы она лежала рядом с крейсером Москван, чтобы дайверам вообще было интересно нырять. Это будет такой, такой аттракцион. Подводное место, место падения Российской империи. Окончательно. Можно еще добавить, грустная точка. Зачеркнуто. Веселая точка. Смерть российским оккупантам. Подчеркнуто. Ну, в общем, я уже вижу эту просто прекрасную картину. И, особо меня забавляет, что, как в России, с столицами регионов начали играть. Вот, сначала они объявили о том, что теперь, ну, раз Херсон уже не наш, он вышел неожиданно из состава Российской Федерации, потому что на референдум приехала украинская армия. И, как выяснилось, скотов российских никто не ждал, ненавидел. И жизнь там быстренько наладится. Как это возможно в условиях войны. Потому что, еще раз, обстрелы, это абсолютно, абсолютно большая реальность. И вот, вроде как, из Херсона коллаборанты, оккупанты поехали в Геническ. Такая, знаете, шапито на выезде. Говорит, временно мы будем, столица Херсонской области будет в Геническе. И с этими столицами, вообще, мега крутая тема. Ну, во-первых, помнится, в Харьковской области, тоже был такой процесс. Столица Искупианска переехала в Волчанск. А потом она переехала, если не ошибаюсь, в Белгород, и там распалась на какие-то отдельные атомы. И, наверное, некоторые где-то уже за Уралом, там, думают, вот это ж мы дебилы. Это ж надо, кому поверить? Путину поверить? Вот этим говноедам российским? И вот здесь, наверное, будет примерно так же. То есть, из Геническа, они потом перейдут в Крым. А из Крыма, столица, в составе нескольких чемоданов, украденного, опять же, генерал-губернатор Сосальдо будет бежать по последней полосе Крымского моста. Ну, там будет гуманитарный коридор. Но мы же не звери. Мы им дадим выйти? Хотя Сосальдо возможны варианты. Кирилл так сильно возмущался с Тремоусов. Даже не хватает его. Вот это паники нет, паники нет. Паники действительно нет. А вот теперь представьте, как их ненавидели в Херсоне. Как ждали возвращения Украины. А эти ходили, надували щеки, ходили всегда с вооруженной охраной российских урок. У меня в этом плане, вот я сейчас думаю, как будет дальше. Понятно, вот что очень важно. Украина уже заявила. Никаких пауз. Никто нигде становиться не будет. Есть заявление президента, есть заявление МИДа. Ну, а военные что? Делают свою тяжелую работу. И становятся, вписывают себя в историю Украины, становятся национальными героями. А то там было, вот, давайте, поговорим. Я думаю, что нужно какой-то ультиматум выдвинуть. например, Ольгу Скобееву выдают в ГАГу как шаг доброй воли для начала переговоров. Вот это, значит, как если Ольга в тюрьме, значит, вот уже все понимают, ага, кремляди дозрели, и можно этим заниматься. Подписывайтесь на канал, слава Украине, смерть российским оккупантам, дякуем избройным силам за Херсон, дали Буде, мы чудово знаем нашу программу минимум, это выход на наши кордоны. Бо, Украина была, есть и будет. И сдается, но ведь мстительный маньяк Путин это начинает понимать, и у него теперь никогда не будет хорошего настроения. Пока. До встречи.